В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На Слободском тракте камера зафиксировала, как столкнулись шесть автомобилей. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На Слободском тракте водитель внедорожника «Ниссан» на полном ходу въехал в «Форд Фокус». В итоге по цепочке разбились шесть автомобилей и четыре человека получили травмы. Шестым автомобилем оказался белый «Шевроле Круз». Он стоял в правом ряду. После ДТП он освободил дорогу для проезда и припарковался на соседние улицы. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской водитель встречной легковушки. не уступил дорогу автомобилю с регистратором. На перекрестке улиц Московской и Солнечной водитель кроссовера не заметил «Порше Каен». На улице Воровского водитель «Газели» припарковался на путепроводе. Увидев препятствие, шофер на фуре решил его объехать и спровоцировал ДТП с «Мерседесом» и «Хондой». На улице Ломоносова водитель «Рено» не включил сигнал поворота, поехал налево. В итоге водитель «Ауди» въехал в столб. На перекрестке улиц Горького и Герцена чудак на «Фольксвагене» поехал на красный и врезался в «Ладу». На перекрестке улиц Московской и Свободы водитель «Иномарки» не пропустил «Универсал». В итоге нарушителя после удара отбросило на припаркованную «Ладу». На улице Ленина водитель «Шевроле» аварийно повернул налево на гостинный переулок. На перекрестке улиц Московской и Солнечной камера видеонаблюдения зафиксировала, как столкнулись две «Иномарки». На перекрестке улиц Воровского и Производственной водитель «Лады» не соблюдал дистанцию и въехал в белый кроссовер. На улице Азина у пассажирского автобуса на ходу заискрилось колесо. «У тебя горит там колесо? У колеса горит!» На проспекте строителей в час пик женщина пыталась войти в переполненный автобус и ее зажало дверями. Водитель не сразу заметил, что произошло и поехал. Женщина впоследствии упала на дорогу. На улице Лепси водитель Нивы выезжал налево и въехал в 14-ю. На перекрестке улиц Ленина и Современной водитель Весты не убедился в безопасности маневра, повернул налево на мигающий зеленый и столкнулся с джетой. На улице Ломоносова камера видеонаблюдения запечатлела столкновение трех автомобилей. На повторе видно, что водитель Рено, уходя от столкновения с попутной приорой, подрезал грузовик. На улице Ленина на пешеходном переходе подскользнулись две женщины. На повторе видно, что одна женщина устояла на ногах, а вторая сильно ударилась об лед. Прохожие помогли женщине подняться и увели ее с дороги. На трассе у поселка Черная Холуница Волк лежал посередине дороги. Михаил Вагин, место происшествия.